Порт кнопкинг – метод доступа к закрытым портам при определенных условиях. Реализуем его на микротик. Будем открывать порт определенному IP после последовательного пинга разными размерами пакетов за ограниченный промежуток времени. Наш микротик подключен первым интерфейсом в сеть и на нем настроен DHCP клиент. Отключены все сервисы, кроме Winbox. Создан пользователь с административными правами, а дефолтный админ отключен. Отключены MacTillNet сервер и MacPink сервер. Выключен BandWitch сервер. Задан идентификатор. И конечно, обновлена прошивка на самую новую стабильную. Это минимум, который необходимо сделать для усиления безопасности нашего роутера. Сейчас у нас есть доступ к роутеру по IP и по MAC адресу. Закроем доступ на роутер по IP Firewall на все порты и со всех адресов. Проверяем. Теперь доступа нет. Подключимся по MAC адресу и создадим правило для порт-кнокинга. Уже позже, когда настроим порт-кнокинг, можно будет отключить доступ по MAC адресу. Для порт-кнокинга создадим 4 правила. Первое правило сработает и добавит IP, с которого произведен пинг с размером пакета 300 байт в первый адрес-лист. Так как обеспечиваем доступ к самому роутеру, используем цепочку input. Протоколы CMP. В правиле указываем на 28 байт больше, чем размер пакета, которым будем пинговать. Добавляем source-адрес в адрес-лист. Ограничим срок нахождения в адрес-листе одной минутой. Второе правило включить IP во второй адрес-лист при пинге с размером 100 байт. При условии, что IP уже находится в первом листе. Также ограничим одной минутой. Следующее правило создадим копированием из предыдущего. Это правило добавит IP, с которого прилетел пинг в 98 байт в третий окончательный лист, если он находится во втором адрес-листе. Время нахождения в третьем листе ограничим 30 минутами, тем самым будет задано ограничение времени работы по порту, и если потребуется его продлить, то снова надо пропинговать последовательностью пакетов. Создадим правило, которое откроет порт 8192 IP-адресам из третьего адрес-листа. Тем самым мы открываем порт только тому IP, с которого последовательно произведены пинги определенного размера. Указываем destination-порт Winbox. Запрещающие правило сдвигаем в самый низ. Пропингуем и посмотрим работу порт кнокинга. Заметьте, что размер пакета пинга должен быть на 28 байт меньше, чем заданный в правиле. Накладные расходы. Порт открыт, и мы можем подключиться к роутеру через Winbox по IP. Продолжение следует... Конечно, мы не будем каждый раз пинговать вручную. Автоматизируем, для этого создадим скрипт. Присвоим переменные IP нашего роутера и пропишем последовательность размеров пакетов. В цикле произведем пинг. Чуть-чуть причешем. И наш скрипт готов, сохраняем с расширением BAT или CMD. Естественно, этот файл нужно защищать от несанкционированного доступа и при подозрении на утечку сменить последовательность порт кнокинга. Подключимся к роутеру по MAC адресу и понаблюдаем за работой скрипта. Сбросим счетчик и удалим адрес листы. Запускаем скрипт и наблюдаем за счетчиками пакетов в правилах. Конечно же, порт кнокинг можно использовать для различных портов не только для доступа к роутеру. Как пример можно организовать доступ по RDP, если еще настроить проброс порта на соответствующий сервер. А в скрипт добавить несколько строчек, чтобы клиент RDP открывался автоматически. Проверяем работу, порт открыт. Спасибо, что досмотрели ролик до конца. Продолжение следует.